Настоящее мужество и высокий профессионализм требуются представителям этой важной и нужной профессии – пожарным. И они действительно достойны самых добрых слов. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на мероприятии, посвященном профессиональному празднику пожарной охраны России. Сегодняшний день мощной оперативной службы пожарной охраны нашей страны – это самая современная техника и высококвалифицированные кадры, которые в совершенстве овладели любой техникой, а главное – они всегда находятся в состоянии боевой готовности. Пожарные несут нелегкую, но почетную службу по ликвидации последствий аварий, спасению жизни и имущества людей. Ваша служба по праву считается одной из самых сложных и ответственных. Защищать людей в борьбе с огненной стихией, рисковать собственной жизнью, спасая других, могут только мужественные, отважные и решительные люди. Именно такие пожарные работают в Краснодарском крае. Всегда на передовой, готовые к первому зову прийти на помощь, вы не раз доказывали свою эффективность и умение четко и слаженно действовать в чрезвычайных ситуациях. Ваша самоотверженность, верность избранному делу и славным традициям пожарной охраны достойны глубокого уважения. Об этой службе с уважением говорили все, кто выступал на торжественном мероприятии перед лучшими кубанскими пожарными, что собрались во дворе славянского сельскохозяйственного техникума. И сегодня на вооружении у вас находится самая передовая техника, самые передовые технологии, аппаратура, но самое главное это ваш стержень. Я выражаю слова благодарности за то, что выбрали такую героическую профессию, оказывать помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. От всей души поздравляю вас с праздником крепкого здоровья и успехов в ваших непростых делах. Атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, депутат законодательного собрания Краснодарского края Иван Безуглый также отметил самоотверженность пожарных. И вы каждый день идете не на работу, вы идете в бой защищать жилища, здания, сооружения и народ. А вы сегодня бросаетесь в проемы горящих дверей, окон, прикрываете своими делами детей, женщин, терпящих бедствия. Директор сельхозтехникума Евгений Дмитриев поблагодарил кубанских огнеборцев за то, что они своим личным примером показывают студентам, как надо работать, как надо защищать людей. Сегодня в этот день хочу поблагодарить вас за ваш большой подвижнический труд, который вы делаете на благо народа. Сегодня хочу поблагодарить руководство министерства за то внимание и заботу, которое сегодня получили студенты нашего техникума, обучающихся на отделении техносферной безопасности. На мероприятии сотрудники ведомства были награждены благодарственными письмами, медалями и нагрудными знаками МЧС России, памятными подарками. Благодарственные письма министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края были вручены также лучшим студентам Славянского сельскохозяйственного техникума. Я хочу сказать спасибо за то, что нас сегодня наградили в честь Дня пожарного Краснодарского края и вообще всей России. Также хочу сказать, что очень горд, что поступил на данную профессию, обучаюсь именно в Славянском сельскохозяйственном техникуме. Я благодарна, что мои знания оценивают так высоко. Мы, команда, участвуем в оригинальном чемпионате, заняли призовое место. Также обучаюсь в техникуме. У нас отличные преподаватели, которые дают нам прекрасные знания. Я надеюсь, что в дальнейшем я стану хорошим специалистом. У меня получится применить знания, которые я получила в нашем техникуме. Передача в торжественной обстановке пожарного автомобиля Славянскому сельхозтехникуму стала, пожалуй, самым ярким и знаковым событием. Теперь качество подготовки специалистов станет еще выше. Министерство взяло некое шефство, соответственно, этим учебным заведением. И те вопросы, которые мы обсуждали при первом посещении, мы стараемся, те обещания, которые мы дали при первом посещении, мы стараемся выполнять. Мы их и выполняем. Поэтому по всем направлениям деятельности, начиная от трудоустройства ребят, которые заканчивают эту техникум, и заканчивая оснащение техникум сегодня пожарным автомобилем. После этого специалисты организовали показательные выступления для присутствующих. Студенты техникума также продемонстрировали свои навыки тушения пожаров. Были произведены тушение горючей жидкости и условных пожаров на втором этаже здания и в подвальном помещении. Завершил мероприятие праздничный концерт, посвященный Дню пожарной охраны России. Мы жизнь свою уж точно скучно не считаем, бывает просто некогда вздохнуть, и часто жизни и чьи-то мы спасаем, ведь в этом правда, в этом наша суть. День и ночь мы службу несем, бой готовый мы ночью и днем, и на помощь мы быстро придем. Пусть везет нам дружище во всем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».